Третий день стихи разбушевалось гораздо сильнее. Сменилось направление ветра и его скорость. В этот день мы решили посвятить прогулке по Териберке и ее окрестностям. Всем привет! С вами Апнея Клаб. И третий день нашего увлекательного путешествия на Баренцево море. Погода сегодня нелетная и нелегкая. Дует ветер. Сегодня у нас прогулка по песчаному пляжу. Волны, чайки. Все как на настоящем море. Дальше больше приключений с командой Апнея Клаб. В первой половине дня гуляли по Териберскому огромному песчаному пляжу. Катались на огромных качелях, установленных прямо на берегу. Бродили среди осевших домиков старой Териберки. Ходили на старые причалы, кладбище заброшенных кораблей. Баренцево море, Териберка. Смотреть можно бесконечно и думать о чем-то своем. Или не думать ни о чем, а просто быть и просто видеть. А после обеда стали планировать поход на Териберский водопад и укрепрайон времен Великой Отечественной войны. Водопад находится примерно в полутора часах пешего перехода от нашей гостиницы и представляет собой зрелище весьма и весьма завораживающее. Огромный трафик воды из соседнего озера с грохотом обрушиваются в ущелье с высоты более 30 метров. Мы выбрали очень удачное время для посещения водопада, так как озеро, из которого он питается, было очень полноводным в результате таяния снегов на сопках. Водопад это просто потрясающее место для того, чтобы насладиться видами и сделать красивые фотографии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Полюбовавшись водопадом и наделав кучу классных фоток, пьем чай и двигаемся дальше вверх на сопке, в район береговой обороны. Переход от водопада занимает примерно минут 40 восхождений на сопке. И вот мы, наверное, на одном из самых высоких мест Териберки. Но на этой высоте ветер усилился примерно до 18-20 метров в секунду и нас просто сдувало с ног. В этом месте во времена Великой Отечественной войны были установлены орудия. Это место защищал от высадки десанта 352-й стрелковый полк и 143-й артиллерийский полк. Проведя некоторое время на батареях и борясь с мощнейшими порывами ветра, мы начали спуск к машинам. Вдоволь нагулявшись и находившись, вернулись в гостиницу уже вечером. Время на долгие посиделки нет. Начинаем собирать вещи. Завтра утром выезжаем домой. Но Териберка навсегда останется в наших сердцах. Продолжение следует...